В этом году по всей территории России стартует федеральный проект формирования комфортной городской среды. В рамках госпрограммы правительством на благоустройство выделяются средства в объеме 20 миллиардов рублей. Об этом было сказано президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации. В долгосрочную программу по развитию городской среды вошел и наш район. С чего начнутся преобразования, смотрите в первом материале выпуска. Идею формирования комфортной городской среды подхватили активисты Общероссийского народного фронта. Они взяли под личный контроль реализацию проекта в муниципалитетах. Так, депутат ЗСК «Края», руководитель направления «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта Николай Денисов посетил наш город с рабочим визитом. Он встретился с жителями многоквартирных домов по улице Лермонтова. Они – одни из первых в районе подали заявку на участие в госпрограмме. Важным критерием программы является инициатива и участие самих жителей в ее реализации, объяснил славянцам Николай Денисов. Сами люди подают заявки, обсуждают планы, дизайн-проекты, как будет обустроен их двор, находят согласование между собой. Консенсус – это между властью и самими гражданами, потому что предложение делает архитектура, управление ЖКХ, службы различные. Они предлагают, а люди смотрят и обсуждают. Если есть инициативные проекты у граждан, они предлагают собственные проекты обустройства. И власти прислушиваются к ним. И потом на общих собраниях принимают решение, каким образом должен быть их общий двор. На реализацию проекта в 2017 году Славянский район будет располагать бюджетом более чем в 29 миллионов рублей. Две трети субсидий направят на благоустройство дворовых территорий, оставшуюся треть – на благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования. В качестве обязательного минимума программ благоустройства определены работы по ремонту проездов к домам, обустройство дворовых и общественных территорий, скамейками, урнами, освещением. Эти расходы будут финансироваться за счёт средств федерального бюджета. На другие элементы инфраструктуры – автопарки, строительство детских и спортивных площадок, озеленение – можно будет привлекать средства заинтересованных сторон. Это и сами жильцы, и предприниматели. В данном направлении мы сейчас активно работаем с населением города, формируем заявки от дворовых территорий, где будем с людьми в обязательном порядке согласовывать места размещения детских площадок и парковок, где будут лавочки, урны с освещением, что будет происходить. Сейчас администрации ведётся приём заявок на ремонт и реконструкцию дворов и объектов общего пользования. На сегодняшний день подано заявок на благоустройство восьми дворов в городе и одного в хуторе Коржевском. Эти предложения будут выноситься на общественные слушания. Совместно с жителями власти утвердят окончательный список объектов для включения в программу. Соответствующую работу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился провести до конца мая этого года. Планируется, что работы по благоустройству начнутся уже этим летом. Стоит отметить, что программа рассчитана до 2022 года. Результатом плодотворного взаимодействия власти и жителей станут отремонтированные придомовые территории, благоустроенные и комфортные дворы, что заметно улучшит качество жизни в нашем районе. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok